Готовы? Ребята, готовы? Да! Нам нужно еще найти специалистскую компанию, давай! Три, два, один! Давайте поклоним нашему холостяку! Поверьте, я приехал в кафе в 4 утра или даже в полчетвертого, я увидел трех девушек, которые танцевали в центре танцпола, я заприметил ее. Он меня увидел, а я его нет. Я не знал ни ее имени, ни ее фамилии, не знал ее подружек, но задался целью найти ее, чтобы мне того не стало. Я пришел домой в 5 утра, зашел в социальные сети и начал просто фильтровать народ, который живет в Ангипаде. Настол написал сообщение, вечером получил ответ. А потом долго переписывались. Да, мы очень долго переписывались. А потом встретились, и все. Я развязался быть в течение 30 дней, это максимум, наверное. Ну, просто интересно сначала было, а потом уже не захотелось расставаться. Зачепила мне, знаете, что у нее? Скромность. Ее просто порядочность, скромность, я видел это в ее глазах, в ее улыбке, в ее поведении, в ее манере одеваться. Я чувствовала она интересная, добивалась своих целей. Я поставил себе цель. Я полюбила за то, что он постоянно делал мне сюрпризы всякие. С ним интересно было. И что так неожиданно все происходило. В феврале месяце мы были у друзей на свадьбе. Это был наш первый выход в свет с парой. На этой же свадьбе я поймал подвязку. Да, он после этого на стольких свадьбах был, сколько, три подвязки поймал. И, ну, он... Было очень приятно и удивительно. И по прошествии трех месяцев я ей делал предложение. Это было в мае месяце. Тоже было очень интересно. Нас остановили сотрудники ГАИ. Ой, я тогда чуть сознание не потеряла. Она ехала за рулем, а так как водительских прав у нее не было. Я вышла из машины. Он пошел там разбираться типа с ними. Страх она натерпелась. Ну и тут я подошел. С огромным букетом роз. И сделал мне предложение. Дорогая моя любимая, я очень желаю нам, так как мы теперь не прединое целое, я же нам желаю долгого семейного счастья. Я знаю, что Давид очень сильно хочет этих детей. Ну, пора. Побольше маленьких детей, которые радовали бы нас нашим будущим. Которые радовали бы наших бабушек, дедушек. Вот, я хочу, не знаю, разуемых детей, чтобы он был очень счастлив. И все у нас было хорошо. Я желаю нам любить друг друга, несмотря ни на что, ни на кого.